Ответ email.ru, нейросеть твоего деда, блядь, пиздец, поехали. Всем привет, простите за видео. Недавно я осознал, что уйдя из школы после 9-го, я почему-то не стал гигением и миллиардером, как это было обещано в старых немах. Я нашел одно место, в котором можно восполнить любой жизненный опыт и... Бля, рекламная интеграция. Фундаментальные знания, утерянные среди поколений. Мы уже не смотрим Актуатор, ну, может быть, в следующий раз посмотрим. Или даже еще не приобретенные человечеством. И пока мировая наука задыхается от нехватки кадров, чистые умы помогают простым людям. В ответах mail.ru Не стоит забывать о старшем поколении, тем более, что с каждым годом оно все больше отдаляется от этой молодежи. Как выбить дуру из внука на... Внук постоянно со своими трещит про какой-то флекс. Я правильно понял, они так что-то вроде мохорки зовут? Я напрямую спрашивал, подружески говорил, дай флекса, а он смеется только. Иван Подзаборный дал совет, не подумав. Почаще спрашиваете его, когда он, наконец, сдохнет. Все молодежи у нас сейчас постироничные. Понимаете, это можно просто использовать в непринужденном диалоге. Типа, эй, внук, как дела, как с оценками, как учеба. Когда сдохнет. Подружка есть? Да, да, есть эти. Когда нас сдохнет. Ты постоянно рассуждаете на тему вреда, которые нарки приносят обществу, и что чем больше их... Ох, нет, тем свободнее будет дышаться всем нормальным. Может, щелкнет что-нибудь в голове, нянчиться с ним нельзя. Озоновый слой разрушают внуки на... Все это время нас вводили заблуждения при вашем дурачке тюнбе. Ремнем надо. Очередной искусственный интеллект, который хочет уничтожить человечество. Как свежо. Флекс в 21 веке называют отдых, развлечение, танцы, вечеринки там, может. Так что не переживайте, флекс это только развлечение и не больше. Иди у... Блядь, блядь, мне нравится, что там реально сидят советчики, которые набивают себе рейтинг. Серьезно, рейтинговая система, которая устроена в Mail.ru, заставляет большинство людей говорить очевидные вещи. Поэтому, как вы правильно понимаете, я подвожу к тому, что если бы я сидел в Mail.ru, а не стримил здесь, и не проебывал время на какую-то хуйню, возможно бы уже у меня была бы золотая звезда там, и рядом бы красовалась цифра где-нибудь в 75792 правильных ответа. И как там рейтинга? Ну, а еще бы поняли. Учись, ученик, ты еще недостаточно много ответов дал, чтобы выходить на один уровень с мудрецами. Воздух коптит, еду в г... Конвертирует г... А кусок скажи ему. Вот, сразу видно человек с мозгами. Помимо серьезных остро-социальных вопросов, я решил спросить что-то такое бытовое, житейское, знаете, что происходит с вами и мной, буквально, каждый день. Задета честь бабушки. Младший брат рассмотрел со своих пранков, розыгрышей, в интернете и подсыпал прах бабушки. Мы протестанты. В мой кофе. Я ему уже отвесил, но ответьте, пожалуйста, как вернуть бабушке покой? И поможет ли активированный уголь в этой ситуации? Раз в неделю точно происходит, да? Бедный еж мастерский. Блять, йод еще, активированный уголь и йод. Звездочка еще, от всего помогают. Звездочкой жопу натер. Анус, блять, конкретно, чисто, точечно, анус. Йод на залупу помазал. И закинулся активированным углем, блять. Пачкой. В итоге, не можешь срать, в очке свежо, приятное жжение на залупу оказывает. Рассудил методом относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Расскажи ему о том, что в бур... Ну и еще, конечно, пасать надо не забыть на себя. Уринотерапия творит чудеса, ребят. Будающим уже его прах кто-то использует в пранке. В этом случае метод работает как-то слабо прям, потому что ты, ну, прах. Тебе не горячо, не холодно. Уже. Тоник просто придур... Блять, я помню, как ты... Меня в детстве просили пасать на руку. Короче говоря, я... Че-то разодрал руку или что-то такое. Пришел домой. Я не помню, мне кто-то из родственников сказал, чтобы я пасал себе на рану. Это было... Это было... Это было странно уже тогда для меня. Как это поможет? Я задумался... Я задумался... Как... Как это поможет... Это у всех так? Причем, говорят, до сих пор... Предлагает видеть положительное во всем. Бабушке уже все равно. А в тебе теперь сила предков. Бабушке силу впитав, возможности невероятные приобретешь ты. Старый неформал. Пиздец. Просто соответствует Нику. Забудь и не думай об этом. С прахом умершего, особенно лютой мучительной смертью в молодом возрасте, можно сотворить жутко смертельное колдовство. Так что лучше не лезь в это. Читать дальше. Меня разбирает интерес, что же там дальше. Я не могу сдерживаться, я хочу посмотреть. Чё, не открывает? Делом займитесь. А то посмотрите, всякую... Надо было бабушку закопать по-человечески. Я вот задумался, учился бы я пять лет после девятого на тех... Пиздец. Вроде из-за того, что в моче есть вредные вещества, которые могут даже уебать микробов на ранее. Если в моче содержатся вещества, которые в состоянии разъебать микробов на ранее, то что они сделают с твоим организмом тогда? Слишком много просто пиздежаний по теме... ...социальным темам. Попрошайки. Теперь вернёмся к более социальным темам. Попрошайки. Честно не люблю. Вечно идёшь мимо них. Они трясут своим стаканом из-под старбаса с мелочью, просто всем показывая, что они богаче, чем ты. Как попросить мелочи у попрошайки обратно? Срочно! Очень неловко накинул попрошайки у пятёрочки 50 рублей, а мне на кассе не хватает. Нормально, если заберу? И как лучше просить? Ответьте скорее, я в сторону от очереди отошёл, пока мимо людей пропускаю. Да попроси у людей, которые рядом стоят 50 рыдадут. Круп попрошайки в природе, знаете. Сначала ты даёшь 50 рублей, потом ты просишь их у других людей. Оп, яснить как есть. Он же человек, должен понять. Люди у цыган хоть часть просят, цыгане навстречу идут. Всё по-человечески. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, это смешно на самом деле. Особенно про цыган, но это же пиздоболе. Ну, типа ты даёшь цыганам деньги за то, что они погадали тебе на руке, а потом говоришь, это была ошибка, верни мне, пожалуйста, деньги. А цыган возвращает тебе половину. И ты говоришь, спасибо. Мыслитель, да. 5428 лайков, видимо, я не знаю. Опять скрытая реклама цыган. Когда они уже научатся делать это нативно? Открывай кредит или вообще бери попрошайку под крышу. Ситуация с экономикой в регионах просто критична. 50 рублей ты либо берешь в кредит, либо идешь на криминал. Подошел, дал с ноги по фейсу и забрал все. Проси с процентами, не будет отдавать, побыстричку бей ногами и беги, пока мы с крыши не прибежал. Помнишь, я тебе 50 рублей дал? Да. А если у тебя просят вернуть донат, сколько отдашь? Нисколько. Простите. Зачем что-то отдавать, когда можно не отдавать? Вообще, если мне просят вернуть 50 рублей, я не буду возвращать. То есть я не буду ебаться за 50 рублей с каким-то чуваком. Но один раз мне кинули донат 500 канадских долларов. И чувак ошибся, он хотел мне скинуть 50 канадских долларов. А скинул мне 500. И я ему вернул все деньги. Ну, все деньги, кроме процентов, которые забрала... Это... Ну, как ее, блядь? Ну, это система, которая деньги забирает. Ну, вот это вот, расчетное, вы поняли, короче. Спасибо, я на них попью в тебе гречу. Каждую неделю я прихожу, и ты мне отсыпаешь... Комиссия, комиссия, точно, да. 300 грамм. Это я приду с друзьями, и мы из тебя все полтора килограмма вытрясем. Как вы поняли, этот ролик несет в себе глубокий социальный характер, что относится и к следующему вопросу, конечно. Нам всем в жизни приходится делать тяжелые моральные выборы, понимаете? Но главное не делать их в одиночку и искать поддержку. Например, в ответах Mail.ru. Уступить место бабушке срочно? Да давно сейчас в автобусе бабка нависает и мутюкается, типа сопляк сидит, пердит, а я не знаю, уступить ей место или пусть *** раз злая. Разберем подробнее классификацию званий на ответах Mail.ru. В ответах попался искусственный интеллект с грамматическим уклоном. Если она тебя научит писать слово ***, то можно уступить. Но настоящий мудрец с живым умом всегда впереди любого и и. Значит ты *** или импотент сидячий. Мы осуждаем ***. Мастер же в отличие от мудреца близок. Хорошо, что он запикал и это не произнеслось, но мы осуждаем это высказывание и в коем случае его не разделяем. Девушка, которая это написала, кусок дерьма, блять. Практическим советом. И фу нахуй быть такой нетерпимой. Если купил билет, то уступать не надо, тем более старухе. Гуру очевидно приводит примеры в своей недавней лекции по личностному росту. Если сидишь, хотя бы не перди. Может она поэтому на тебя и орёт. Я бы клюха тебе закрыл задний проход на её месте. А ракулу альфа хищнику в принципе перечить не стоит. Пару дней назад цыганка несётся за мной. Тип, стой молодой человек. Я говорю, тип, мелочи нет при фаером. Она говорит, да мне сотка нужна. Ну я посмеялся, пошёл дальше. Достать хуйню тип тик-така. А она снова заспаунилась и клянчит леденцетти. Держу в курсе о себе и цыганах. Тем более тигры на грани вымирания. И это чудо видеть одного из представителей вида, не выступающим в цирке. Вы раздрыснул сидушки соплята зелёная. Недавно я посмотрел Джокера, как и... Альфа хищник, кстати говоря, там было написано. И его внук популярный певец Джокер. Все знаете, переосмыслил общество. И вопрос родился сам собой. Сосед, сволочь, как отомстить? Сосед вечно портит жизнь. Включает громко музыку. Орёт, а вчера от него вышла моя жена. Скажите, можно ли его кокнуть сосулькой? Так ведь она растает и меня никто не найдёт. Тем более сугробы до весны лежать будут. А меня в городе уже не будет. Мне терять нечего. Лучшие криминальные гении Готэма собрались, чтобы ответить на этот вопрос. Как-нибудь подставить надо его сделать так, чтобы он больше не жил среди людей. На сколе жены у трусы. Подлость достойная Мариар. Шарлоку такое решить не по силам. Обмажьте ему дверь своими ими и заразите жену с п***ом. Угадайте, чьим безумием вдохновлялся Чикатило. Так как в России не говорят про... Воспитание, да, в себя вовремя мне познать тоже не удалось. Поэтому я делаю это через лучшие умы человечества. Как проверить ориентацию? Мылся в душе. Вчера я, в общем, случайно пальцем туда попал. Мне вроде понравилось. Не знаю, что делать. Помогите. Я не хочу быть из этих 19 лет. А теперь, пожалуйста, все тихо у себя там. Отвечает официальный амбассадор всех мужчин на планете. Успокойся. Всем мужчинам нравится, когда ему ласкают попу. Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. Но геями считаются только те, кому нравится, что это им делают другие мужчины. Блядь, как он... Мужчин, когда суешь палец, блядь, то тут и не гей. Мне это напоминает... Знаете, мне напоминает эту серию из Саус Парка, где Картман отсосал по ошибке член. И типа начал обвинять Баттерса в том, что он этот, потому что я сосал его член. Блядь, ха-ха. Что на тебе... Что на типа того, блядь? Бля, это очень странно, на самом деле. Они вообще не понимают, что такое гомосексуал. Блядь, при чем тут вообще палец в задницу и наслаждение? Простите, мое любопытство, но если совать палец туда мужчине, представляя при этом женщину, то сколько это вообще выгодно в плане заработка? А теперь снова тихо там у себя все. Официальный амбассадор некоторых мужчин всей земли отвечает. И что такого? Некоторым нравится, когда женщина в *** мужику лезет. В этом сервисе также можно получить квалифицированную иммиграционную консультацию. Переезд в США в случае войны. Мне кажется, ситуация и так накалена. Если произойдет конфликт и надо будет идти защищать свою родину, биться с врагом насмерть, идти на жертвы и так далее, то какой в этом случае самый простой способ переехать в Штаты? Я патриот, если что, просто Штаты мне больше нравятся. Иногда я получал информацию настолько ценную, что мне страшно было ее читать. И наверняка любая разведка мира бы ей позавидовала. Я тут на днях смотрел секретные карты российского генштаба. Так на этих картах нет США. Я расскажу вам о завтраке обычного россиянина Андрея Момотова. Яичница, чашечка Руссиана и просмотр секретных карт российского генштаба, на которых нет США. Потому что карты-то российские, а не американские. Непонятно, что ли? Садись верхом на МБР тополь М. Домчит мигом. Опять скрытая реклама российского автопрома. Когда они уже научатся? Лучше в Чили, пока все не утихнет. Патриоты везде в цене. Представляю этот типичный рынок в Чили. Свежие патриоты, российское поступление. 10 песо килограмм. Мать за родину продадут. Вот такие вот. Почта России тебе помощь. Хитрый вариант. Доехать в Штаты как раз к концу войны и первым купить себе уют. И мертвым, блять. И стечкой по утрам подметать. Да, разберут на органы и переправят частями. Главное снова не попасть на чилийский рынок. На меня давит вселенская мудрость. Я больше не могу справляться с этими знаниями. Веб-шпион уходит. Всем привет, простите. Хорошо.